Игровые периферийные устройства никогда не являлись приоритетным направлением для компании ASUS. Тем не менее, компания периодически выпускает подобные модели. К нам на тест попала игровая мышь ASUS Strix Claw и игровые поверхности ASUS Strix Glide. Давайте посмотрим, что они из себя представляют и чем могут заинтересовать современного геймера. В плане дизайна ASUS сюрпризов не преподносит. Похожие формы мы уже неоднократно видели в моделях других производителей, как в бюджетном классе, так и в высшей ценовой категории. Обошлось без кричащих элементов, а благодаря обильному применению серого цвета мышь получилась скорее скучной. Однако кому-то такая сдержанность дизайна придется по вкусу. Подсветка вполне могла бы стать изюминкой манипулятора, однако и тут ситуация неоднозначная. Дело в подсветке колесика, который выглядит весьма неаккуратно. По задумке дизайнеров, колесико должно было просвечиваться равномерно изнутри, однако светодиод оказался расположен под правой клавишей мыши и в итоге само колесико практически не подсвечивается, а при определенном положении мыши по отношению к пользователю может отвлекать. К счастью, подсветку можно отключить. А вот за удобство использования мыши можно простить практически все. Форма настолько хорошо подходит под кисть небольшого или среднего размера, что чувствуется действительно влитой. Манипулятором можно без проблем пользоваться хоть целый день, не испытывая никаких неприятных ощущений. Asus Trix Hlaw – эргономичная мышь для правшей. Она отлично подходит для хватки ладонь и коготь, причем удобству при использовании последней весьма способствует выемка на правой клавише. Подладонная поверхность сделана из гладкого пластика, а боковые – из шероховатого. Однако, даже благодаря этому мышь нельзя назвать ухватистой, и тут не помешал бы более грубая текстура или даже резиновые вставки. Высшие оценки заслуживают и клавиши мыши, причем все. По заявлению Asus клавиши оснащены переключателями OMRON, для пользователя же это означает достаточно короткий ход и отчетливый клик. Случайных срабатываний минимум, лишняя затрата сил – минимальна. Под большим пальцем правой руки удобно расположены клавиши навигации в браузере и крупная клавиша, по умолчанию отвечающая за моментальное понижение разрешения сенсора. За колесиком расположились пара клавиш, отвечающих за переключение профилей работы сенсора. Компания Asus решила не ввязываться в гонку разрешений сенсоров и оснастила мышь оптическим сенсором PixArt PMW 3310 с максимальным разрешением 5000 dpi. Данный сенсор отлично зарекомендовал себя в большом количестве моделей, не стало исключением и мышь Strix Claw. Разрешение регулируется шагом в 50 dpi. Для сохранения настроек пользователю доступны 64 кБ встроенной памяти, либо возможность сохранения настроек на локальном компьютере. За скольжение отвечают три в меру крупных тефлоновых ножки. Благодаря фирменной утилите Asus Strix вы можете настраивать параметры мыши в довольно широких пределах. Пользователю доступен типичный джентльменский набор. Создание профилей и макросов, регулировка параметров сенсора, в том числе и возможность задавать высоту отрыва мыши от поверхности. На тестирование мышь попала с двумя игровыми ковриками, получивших название Asus Strix Glide. Данные игровые поверхности входят в линейку Strix, что выразилось в узорах стилизованных под разрыв от когтей хищника. Оба коврика существуют в одном размере 400 на 300 мм и оба выполнены из ткани на резиновой основе. Главным различием является направленность. Strix Control, получившая более крупную и грубую текстуру и темный рисунок, придется по вкусу любителям точных перемещений. А ярко-оранжевый Strix Speed, наоборот, для высокоскоростных движений. Обе поверхности безо всяких проблем отлично подходят как для лазерных сенсоров, так и для оптических. Дополнительно хотелось бы отметить модель Strix Glide Control. У Asus очень хорошо получилась реализация своего контрольного коврика. Поверхность в меру грубая, без лишнего ворса. Именно на него мы рекомендуем обратить внимание любителей сбалансированных решений. Asus Strix Glide Control Asus Strix Glide Control – это неплохой козырь компании в борьбе за место под солнцем. Asus не поскупилась на качественные комплектующие, однако дизайн модели откровенно не цепляет. А вот стоимость скорее всего станет преградой на пути к массовому покупателю, тем более в жестких украинских реалиях. Особенно с учетом того, что манипулятор в общем-то мало чем может обратить на себя внимание.